Добрый день, дорогие будущие слушатели! Не успела я приехать в Петрозаводск. Как узнала, что на наш абонемент следующего года уже продаются билеты, а я еще не успела вам о нем рассказать. Спешим исправить эту обложность. В следующем сезоне мы с вами, как это уже стало привычным, встретимся четыре раза. На этот раз мы выбрали намек на известное стихотворение, вы его помните все, «О память сердца, ты сильней, рассудка памяти печальной». И это значит следующее. Мы совершенно готовы к тому, что вы через какое-то время забудете не только то, что я вам говорила, но и даже отчасти то, что звучало со сцены. И это все касается рассудка. А вот что касается памяти сердца, мы очень надеемся, что воспоминание о нашем абонементе, о той музыке, которую вы слышали, из вашей памяти сердца не уйдет так быстро. Как всегда, мы думаем о том, чтобы сохранить присутствие в этом абонементе и музыки любимой вами, и хорошо вам известной, и музыки новой, которую вы, может быть, услышите в первый раз. Знакомая музыка – это как милая тёплая вода на поверхности. Вы с радостью погружаетесь в неё и вспоминаете всё самое приятное, все свои самые замечательные ощущения. Но вот мы предлагаем вам погрузиться в мир музыки чуть-чуть глубже, и вы вдруг понимаете, что, может быть, это и та же самая вода, та же самая музыка, но мир вокруг вас изменился. Чем глубже вы погружаетесь, тем больше вы узнаёте об этой музыке, чем внимательнее вы в неё вслушиваетесь, тем больше меняется мир вокруг вас. Главное произведение первой же программы – это картинки с выставки Модеста Петровича Мусорского. Я должна вам сказать, что я прекрасно понимаю, что вы знаете эту музыку. И я её знаю, поверьте мне. Но каждый раз, когда я начинаю думать об этом произведении заново, мне приходят в голову совершенно новые мысли, совершенно новые ассоциации. Потому что жизнь бесконечна и разнообразна. А Мусорский взялся за дело, которого не делал, наверное, ни один композитор до него. Он решил рассказать нам о жизни во всём её многообразии. От образов романтичного Средневековья до героев маленького еврейского местечка. От величия Киевской Руси до смешных и нелепых, только что вылупившихся цыплят. И прикоснуться к этой музыке хочется не только нам, слушателям, не только исполнителям, но и композиторам. Казалось бы, при чём тут композиторы? Ну как можно ещё раз сочинить музыку, которую уже сочинил кто-то другой? А вот можно. И господин Розенблат предлагает нам свой вариант, как услышать картинки с выставки Мусорского. Признаюсь вам честно, как и вы, я до сегодняшнего времени не слышала эту музыку. Я не знаю, как можно вальсировать с господином Мусорским. Хотя он, как гвардейский офицер, наверняка танцевал хорошо. Вторая программа. Тут я даже боюсь сказать, что в центре. Потому что в качестве центра программы спорят между собой два композитора. XVIII века и XX. Ну, наверное, всё-таки в центре Иоганн Себастьян Бах. Потому что он был первый. Потому что он, по не очень понятной для нас причине, решил, что Марк Граф Бранденбургский будет очень рад получить от него шесть концертов. У меня есть одно предположение. Оно касается личности Иоганна Себастьяна Баха. Но я вам сейчас об этом не скажу. Поговорим на концерте. Альфред Гарриевич Шнитке, которого, наверное, все серьёзнейшие музыканты нашего времени называют гением. И даже не боятся показаться банальным. Альфред Гарриевич Шнитке, композитор, каждая встреча с музыкой которого – это как погружение с аквалангом. Только в отличие от аквалангиста нам не нужны ни баллоны, ни дыхательная трубка. Нам нужно только открыться этой новой и, может быть, для кого-то совершенно непривычной музыке. Ничего вам сейчас про неё не скажу, потому что сказать про неё хочется очень многое. И между этими двумя колоссами спряталось небольшое произведение композитора Стивена Райха, которое называется очень просто «Дуэт». И я уверяю вас, вам эта музыка доставит огромное удовольствие. А я расскажу вам, почему она появилась в этом концерте. Третья программа. Мы хотим восстановить некоторую справедливость. Когда мы говорим «Моцарт», мы имеем в виду Моцарта. Как его зовут? Ну как же, все знают. Вальган, Камадей. Так вот, это несправедливо. Моцартов было несколько. И мы хотим, чтобы программа нашего концерта дала нам возможность вспомнить не только о Великом Моцарте, но и о Моцарте, которого звали не Вальган Камадей, а Леопольд. Да-да, Леопольд Моцарт, отец Великого Моцарта. Мы о нем говорим только в связи с его сыном. Ах, какой он был замечательный отец! Ах, как он что-то делал хорошо! Ах, как он что-то делал плохо! Это история их взаимоотношений. Это история взаимоотношений двух сильных, удивительных, глубоких, умных личностей. Леопольд Моцарт достоин того, чтобы мы вам рассказали о нем не только как об отце знаменитого сына и выдающейся дочери, но и как о музыканте, человеке своего времени, человеке, который сумел разглядеть то, чего, может быть, не видели другие. Ну, а что касается Великого Моцарта, то мы предлагаем вам еще раз услышать его знаменитую сороковую симфонию. И я очень надеюсь, что сумею рассказать вам о ней что-нибудь такое, чего вы, может быть, еще не знали и о чем вы, может быть, еще не думали. И, наконец, последняя программа, совершенно замечательная, как и все остальные, но овеянная некоторым флёром не то чтобы грусти, хотя начинается она с вальса, который так и называется «грустный вальс». Вы уже поняли, что мы говорим о Яне Сибелиусе. Но этот флёр – это флёр воспоминаний. И, может быть, вот это название «память сердца», оно относится к этой программе даже больше, чем ко всем остальным. Память сердца – это то, что никогда не уходит от нас. Вспоминая о прожитой жизни, человек радуется, улыбается, грустит, сожалеет. Сколько эмоций вызывают воспоминания. Но, может быть, самое драгоценное, что есть у каждого человека – это воспоминания о счастливых моментах в жизни. И вот эти два произведения – и «Грустный вальс Сибелиуса», и «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского – воспоминания о самых счастливых мгновениях в жизни. И у каждого они разные. И каждый вспоминает об этом по-своему. Вообще, если Петра Ильича Чайковского мы знаем хорошо, или нам кажется, что мы знаем хорошо, но, уверяю вас, каждый гений потому и гений, что ему есть чем нас удивить. Я очень надеюсь, что Петр Ильич сделает это и в нашем концерте. Что же касается Яна Сибелиуса, то это человек-загадка. Это человек-загадка не только для нас, но и для самых близких своих людей. Мы не берем на себя смелость сказать, что, сыграв одно небольшое произведение, мы попробуем разгадать эту загадку. Нет, конечно, нет. Но сказать о нём, напомнить о нём, ещё раз предложить вашему вниманию его музыку мы считаем очень важным. Вот, собственно говоря, всё, что я сейчас хотела бы вам сказать о тех концертах, на которых мы, я надеюсь, встретимся в следующем сезоне. А сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы. Ну, а отвечу я на них в следующем сезоне. Благодарю вас за внимание.